Это называется порядок, это называется, что у него случился космос. Вообще, космос слов — это стандартное наименование поэзии в древних культурах, причем не только в греческом. Идея упорядоченного мира, который возникает в словесности, в литературе, и в мифе за нем стоящим. Именно об этом я сегодня и буду достаточно много говорить. Дальше, это слово, поскольку это порядок, то с точки зрения древнего грека и древнего человека порядок — это всегда красиво. Порядок, в принципе, замечательный, он совершенен. И поэтому следующее значение по порядку употребления этого слова в дошедших данных текстах — это слово значит украшение. Причем украшение, прежде всего, женское. Очень часто это слово применяется к богиням, в частности. Они всегда одеты в соответствии с космосом. Но при этом это может быть, например, украшение коня. Если у него красивая сброя, это тоже космос. Слово может быть космосом. Просто в буквальном смысле слова у Аристотеля определенный класс слов называется космосом. Мы, правда, не очень знаем, какой класс слов называется этим словом. Но, в общем, это красивые эпитеты, так скажем. Слова, которые придают обычному слову, обычному существительному, какой-то дополнительный, красивый, упорядоченный смысл. Важно еще и то, что сочетание существительного плюс эпитета — это основной носитель эпического языка, так называемые эпические формулы. Они тоже всегда красивые, они устраивают порядок текста. И поэтому значение космоса в качестве порядка присутствует и здесь. В театре может быть космос, опять же, тот же Аристотель об этом говорит. Космос театра — это, прежде всего, декорация. Космос театра — это украшение зрелища, прежде всего. Но при этом тоже очень важно, что это упорядоченное создание некоторого мира на сцене. И в этом смысле вот эти декорации и даже внешние эффекты, поскольку их было некоторое количество в греческом театре, например, боги должны были появляться, так называемый бог из машины, это все тоже космос. И здесь довольно трудно разделить два вот этих базовых значения. Значение красоты с одной стороны и порядка с другой стороны. Потому что это, естественно, есть некая система, которая таким образом обозначается. Космосом может быть государством. Причем особенно часто слово «космос» в значении «государство» употребляется по отношению к «спарте» в греческих текстах. Но я думаю, что это общеизвестно. Спарта всегда в Греции, особенно по контрасту с афинами, традиционно называемыми демократическими, хотя демократия такая специфическая была в Афинах, но тем не менее, Спарта всегда играла, выполняла некую роль исторически или культурно, как некого жесткого, упорядоченного, ну как мы бы сейчас сказали, тоталитарного государства. И в этом смысле, может быть, не случайно, что слово «порядок» употреблялось к нему чаще, чем по отношению к другим греческим городам государства. Кстати, заметьте, что греческий историк, афинский историк Фукидид говорит о космосе, но об олигархическом космосе. То есть это, опять же, недемократическое устройство государства, когда власть более жесткая, чем она, ну, так сказать, в обычном, условно говоря, нашем, поскольку для Фукидида наш, это афинский мир, это тоже может быть не случайно. Ну, наконец, космосом может быть просто государственный чиновник. Правитель государства тоже может называться космосом, потому что он воплощает вот эту идею порядка. Ну, вот, некоторый такой абрис того, что, собственно, греки понимали под этим словом, которым мы теперь пользуемся совершенно в другом, в общем смысле. Но, тем не менее, конечно, в античности появляется и то значение, которое, собственно, для нас более привычно. Первый раз, по всей видимости, оно было употреблено Тифагором, всем известным, но и всем неизвестным, потому что вообще-то от Тифагора до нас ничего не дошло. Тифагорельское учение дошло в пересказе его учеников. Тифагор учил только устно, так нам сообщают, он не записывал свои тексты, и поэтому все его тексты, все, вот, собственно, впрочем, дошедшие до нас, вполне уже и естественные науки, но все тексты начинали с одной и той же фразой «сам сказал». Сам – это Тифагор, соответственно. Вот он сам сказал, в частности, и здесь, опять же, из поля поздних источников, мы знаем примерную картину мира, как он его себе представлял. Тифагор вообще, в принципе, и еще об этом я постараюсь походу дела упомянуть, это фигура, стоящая как раз на грани между исходным мифом, мифологическим сознанием и мышлением, о котором мы будем сегодня говорить, и, собственно, наукой, как и вся раннегреческая философия. Довольно трудно разделить, что в его высказаниях было порождением каких-то естественно-научных опытов, экспериментов и размышлений, а что восходило к некоторым общей картине, которую, действительно, он наследовал от древней культуры. В частности, таковой картины, наследуемой от древней культуры, то, что, собственно, всегда говорится о Тифагоре, это его учение о числе как основе мироздания, когда всем, ну, как бы, составляющим мира, мировым феноменам соотносятся, эти феномены соотносятся с определенной цифрой, с определенным числом, скажем, мужское число, мужчина, это тройка, женщина, это двойка, ну, легко понять, что это, скажем, число для брака, в системе Тифагора, это пять, соответственно, три плюс два. Ну, и почему так? Сейчас говорить подробно не буду, но в этом был некоторый смысл, почему тройка – это мужчина, почему двойка – это женщина, и так далее, и тому подобное. В соответствии вот с этой идеей числового устройства мира у Тифагора, повторяю, ее можно и нужно, как мне кажется, возводить к вполне мифологическим представлениям. Устройство космоса, которое он называл уже именно этим словом, это учение Тифагора о гармонии сфер. Вот, собственно, идея, которая потом дойдет до Птолемеевской системы. У Тифагора было три сферы, окружающие Землю, это сферы звезд, Солнце и Луна, и они соотносились как музыкальные интервалы, соответственно, кварта, квинта и октавы. Соответственно, общее число – 10, и это символ идеального треугольника по Тифагору, который в действительности воплощает все совершенство мира, упорядоченную систему. Вот эта идея гармонии и свет в действительности станет таким, ну, то, что называется, ботом-лайн, то есть связующим идеей для космологических построений философской научной, о которых я говорю отчасти в начале. Хотя у меня называется мифология, философия, но начинаю скорее в обратном порядке. Так вот, эти представления в действительности потом уточнялись. В частности, вот, собственно, идея гармонии сфер и, собственно, пифагорейского космоса мы знаем по его ученику, наследнику Филолаю в V веке до н.э., соответственно. Его учение было о 10 небесных телах. Ну, вот, если вы посмотрите на перечисленный список, здесь уже видно, что ему было нужно число 10. Ему было нужно число 10 именно потому, что оно соответствовало этой идеальной картине мира, о которой я сказал только что. Соответственно, например, появляется загадочная антиземля, ну, просто потому, что не хватает, грубо говоря. И идея же центрального огня, это идея того, что огонь, вообще характерная для раннепреческой философии, это идея того, что огонь вообще является первой стихией, мир происходит из огня, и вот, соответственно, этот центральный огонь, мерно затухающий, мерно разгорающийся, это и есть некий такой метроном Вселенной. Платон, а вслед за ним Цицерон, эту систему, вы помните, мы говорили, что в Пелемейской системе, которую мы видим уже в средневековой и посредневековой передаче, там как бы 8 сфер, но при этом есть и число 10, небес, тем не менее, 10, а сфер 8. Так вот, Платон и Цицерон, собственно, стремились к 8 уровням, и эти 8 уровней, 8 сфер, это, конечно, количество звуков в октайле, да, это все та же идея гармонии и сфер, то есть идея музыкального соответствия, а важно еще сказать, что музыка, с точки зрения греков, это идеальное воплощение космоса, космоса в значении порядка и красоты, потому что музыка, с одной стороны, это красота, а с другой стороны, это упорядоченная система, постигаемая математически, музыку учили в разряде, в системе образования античной музыку учили в разряде, как мы бы сейчас сказали, естественных наук, она была негуманитарной, входила в так называемый квадривиум, и, соответственно, вот эта идея была, толщина вот этих 8 уровней мироздания. Ну и, наконец, Птолемей, вот здесь вы, опять же, видите 8 сфер по Птолемею, 7 планет и сфера неподвижных звезд, Земля в центре, Земля исключена, как бы из этой системы, а музыкальное соответствие он искал, причем рассчитывал в самом движении планет, отношении движения планет друг к другу. Надо сказать, что эта идея гармонии сфер, как я думаю, вы знаете, гораздо лучше, чем я, вполне была воспринята наукой, ну, мы бы сказали, нового времени, хотя это не совсем новое. Соответственно, отсылки к этой античной теории есть и у Кеплера, и у Декарта, и у Лебенец. Вот, собственно, некая такая картина космоса, ну, как бы скажем, в естественной науке античности, причем, опять же, от философии Пифагора до, ну, как бы, прикладной астрономии, о которой, воплощили, который являлся Птолемей. Откуда, собственно, появляется вот эта идея? Идея порядка, красоты, идея числа, о которой этот порядок и красота меряются. И здесь, вот, собственно, я буду говорить об основной теме и моих занятий, и сегодняшней лекции. Это идея соотношения ранней науки, ранней философии и мифологии. И здесь я позволю себе очень кратко сказать о том, что, собственно, представляет собой миф с точки зрения тех, кто им занимается. Ну, понятно, что в современном обыденном понимании это слово, в общем, означает вымысль. Оно обозначает сказку, ложь, байку, выдуманную историю. Причем оно может употребляться в разных смыслах, там, в политическом, да, мы вот, политической мифологией, это значит, когда нам врут политики, там, не знаю, экономической мифологии, когда нам врут экономисты, и так далее, и тому подобное. Исходно, опять же, возвращаясь вот к тому, с чего я начал, исходно вообще слово миф, грекция, означает слово, важное слово. У греков было очень много слов для слов, но вот это слово отмечено отдельно. Это, когда говорится у Гомера, например, мюфос, это значит, что к этому надо прислушаться, что это что-то важное, что будет иметь значение сразу или в дальнейшем. То есть, это нечто рассказанное, это некое авторитетное слово. И вот это значение авторитетного слова, оно продолжается дальше, и, собственно, из него и получается постепенная идея мифа. Что такое традиционные истории, которые рассказывали греки, авторитетное слово? Это потому, что они рассказывали о своих богах, о происхождении мира, о его устройстве, собственно, все то, что теперь у нас складывается в понятии античной мифологии, греческой мифологии. Поэтому для греков это значение традиционной истории очень быстро развивается. И более того, дальше оно даже приобретает значение, собственно, слово миф, приобретает значение сюжет литературного произведения. Ну, тоже понятно, да? Опять же, здесь трудно разделить одно от другого, потому что, ну, о чем там, например, греческая трагедия? Греческая трагедия в основном рассказывает греческий миф. Царь Эдит, миф об Эдите. Арыстея, миф об Абогомедове. Соответственно, с одной стороны, миф — это предмет изложения, а с другой стороны, миф — это то, что есть в тексте. И, соответственно, это становится у того же Аристотеля, его главная идея формализовать то знание, которое существует до него, он его формализует практически для того, что миф, собственно, употребляется в значение современного термина сюжет, например. Возвращаясь к пониманию современного мифа, это тоже существенная вещь, и об этом, собственно, я дальше и буду говорить, что мифология как наука, а помимо мифологии как предмета, помимо мифов Древней Греции и Куна, есть мифология как серьезное направление гуманитарных занятий, насчитывающие, в современном виде, где-то примерно два с большим века. и постепенно в рамках изучения мифологии сложилась концепция, из которой, собственно, я и скажу, а именно, что мифология есть не набор историй, не набор текстов, даже как считалось достаточно долго, это не собрание всего того, что там тот или иной народ рассказывал о своих, повторяю, богах, героях, истории легендарной или еще что бы то ни было, но это определенная система мышления, устроенная по определенным законам, и эти определенные законы отличают мифологическое мышление от того, что называется в этом противостоянии цивилизованным мышлением, то есть от мышления современного. Ну, чтобы выяснить, что я имею в виду, ну, просто приведу как-нибудь простой пример. Да, современное мышление современного цивилизованного человека, повторяю, то есть не повторяю, а хотел бы обратить внимание, что слово цивилизованное мышление и слово мифологическое мышление не несут в себе никаких оценочных коннотаций. Цивилизованное мышление не значит, что оно хорошее, что оно лучше или продвинутое, чем мышление мифологическое, оно просто другое. Оно устроено, в общем, с легкой руки уже упоминавшегося мною не раз Аристотеля, оно устроено мышление современного человека, нового человека, цивилизованного человека, устроено по принципу формальной логики. Мифологическое мышление не подчиняется законам формальной логики. У него принципы другие. Ну, в частности, но такой обычный пример, который всегда приводят исследователи, занимающиеся этой проблемой, это, скажем, например, то, что в мифологическом мышлении не действует, например, закон исключенного третьего. Как это показано? Ну, например, этнографы, они проделывали этот опыт в самых разных культурах, в самых разных народах живых. С греками несколько сложнее, потому что древних греков мы не имеем, поэтому мы с ними не можем проверить, но сравнительная мифология как раз весьма убедительная. сравнительная фотография, антропология удивительно показывает, этот эксперимент был проведен, повторяю, в разных народах, ну, скажем, когда происходит ритуальное действо, ну, например, камлания шамана, когда шаман впадает в некоторый экстаз, либо просто впадает, либо выгиб чего-то впадает, и пребывает в состоянии, вот это называется камлания, когда он как бы в него вселяется божество, и дальше он совершает вот такой знаменитый шаманский полет, когда он благодаря этому может обозревать весь мир, поскольку в нем есть божество. Вот когда он впадает в это состояние экстаза, оно в определенном образом, естественно, маркирован, он так падает, у него, не знаю, пена появляется у кого-то или чьё-чего-нибудь. Если этнографа допустили к ритуалу, а это целое дело, чтобы тебя допустили, он задает вопрос участнику ритуала, показывая вот на этого шамана, например, ну, или жреца, если он не называется шаман, хотя шаман в данном случае это такое общее понятие. Он показывает на этого шамана и задает вопрос, кто это? Значит, в рамках, как бы, ну, я не могу что-то обрубляю, но тем не менее, в рамках цивилизованного логического мышления мы ждем одного из двух ответов. Либо говорят, что это наш шаман, не знаю, Иван, да, который сейчас вступает в взаимодействие с Богом или Бог, там, пусть в него сидел, это наш шаман Иван. Либо говорят, что это наше верхнее, наше божество, как его зовут, которое сейчас присутствует в теле шамана, но это в теле Ивана, да, но это не Иван, это наше божество. Вот носители традиционных культур, существующих в этой системе, они отвечают всегда одним и тем же способом. Они говорят, это наш шаман Иван и наше верховное божество имя Рея. Одновременно. И это совершенно не противоречит их картинам. Это может быть один и тот же предмет, одно и то же существо может быть разными вещами одновременно. Но в действительности это очень хорошо видно, ну, если кто-то из вас наверняка, я думаю, считал сталкиваться каким-то образом, например, это очень хорошо видно по всяким индийской мифологии, где у них огромное количество богов в традиционном индийском пантеоне, при том, что эти боги непонятно, в отличие от греческих, где понятно, кто за кого отвечает, за что отвечают индийские боги, каждая по отдельности не очень понятна, они все пересекаются друг с другом, и кроме того, у каждого бога есть большое количество аватар, так называемых, сейчас мы употребляем это слово в качестве картинки в социальных сетях, в действительности аватара это воплощение божества, да, ну, там, не знаю, Рама, величайший индийский герой, это аватара бога Вишну, Кришна, бог и тоже герой изначально, он долго был героем, Рама тоже потом станет богом, это тоже аватара Вишну, Часто, например, если представить себе картину, изображенную, например, в древней индийском эписе в Махатарте, одна аватара Вишну разговаривает с другой аватарой Вишну в этот момент, она все это смотрит, сам Вишну, это все происходит в один и тот же момент, и это совершенно не противоречит как бы цельному представлению мироздания. Вот это важно иметь в виду, что это действительно мышление, в котором иные представления, я буду немножко об этом еще сегодня говорить, это иные представления о системе того, что у нас называется системой оппозиции, системой ментальной оппозиции, это иное представление о времени, это иное представление о пространстве и иное представление соответственно об устройстве просмыша. Ну вот перед вами Мы более-менее адекватное представление о устройстве мира в любой мифологической системе. Здесь система греческая. Устройство мира всегда трехчастное. Всегда у мира есть три уровня. Небо, земля и подземный мир. Более того, эти уровни устроены таким образом, что они появляются друг из друга. Сначала появляется небо, но небо при этом рождает из себя землю. Или наоборот, сначала появляется земля, земля рождает из себя небо. И при этом важно, и во всех мифологических системах это будет, что они друг к другу абсолютно симметричны. Вот устройство, ну, как мы бы сказали, да. Устройство мироздания, что все эти три уровня, они соотносятся друг с другом, в том числе одинаковым образом, в том числе и пространственно. Вот в качестве такого забавного примера, характерный пример из первой греческой космогонической поэмы, то есть поэмы именно о творении мира, Таргония, Десиот, где он описывает, вот что случилось после того, как мир был устроен, как получился космос. Он говорит, что если взять медную наковальню и бросить ее с неба, то медная наковальня будет лететь до Земли 9 дней и 9 ночей. Ну, в общем, можно даже начать рассчитывать, как он предоставлял расстояние. А если сесть на Земле, как он себе это предоставлял, можно потом спросить, я постараюсь как-то это себе представить, и взять медную наковальню и бросить ее вниз, а третий уровень мироздания, подземный мир по-тречески называется Тартер, то, соответственно, до Тартера медная наковальня тоже будет лететь 9 дней и 9 ночей. Важно, что эти все три мира равно удалены друг от друга. Но при этом, и в этом тоже порядок и космос, как сказали бы греки, мироздания, с одной стороны, эти миры удалены друг от друга на некое расстояние, симметричное причем расстояние, но это не означает, что из одного мира нельзя попасть в другой. Но все равно на Земле есть точки, когда сходятся небо, подземный мир и Земля. Например, такой точкой, если пытаться выстроить, я еще об этом немножко скажу, если выстроить вот такой порядок, эту мифологическую картину мира, то есть точка, такой крайней точкой, где все сходятся, это крайний запад Земли. На крайнем западе вы можете попасть в подземный мир и одновременно вы можете попасть на небо. Почему? В общем, понятное, мифологическое мышление замечательно еще тем, что оно очень конкретно, оно решает конкретные вопросы. Один из конкретных вопросов, как получается так, существует целая система мифов, которые пытаются это объяснить, как получается так, что Солнце всходит на востоке, заходит на западе, а потом оказывается снова на востоке на следующий день. Это серьезная проблема. Проблема эта объясняется целой системой мифологических представлений, что Солнце, соответственно, восходит на востоке, заходит на западе, попадает на западе в подземную реку и все время ночи путешествует на ладье, скажем, это ладья Ра, в египетской мифологии, например, самое яркое воплощение этого мифа, с запада на восток, чтобы потом снова на востоке войти, зайти на небо. Соответственно, как вы понимаете, если на крайнем западе Солнце может попасть в подземный мир, то и человек, в принципе, может попасть в подземный мир. Поэтому идея такого крайнего запада в древних мифологических представлениях — это идея именно входа в подземный мир. Вот система творения мира, которая обычно описывается как путь от хаоса к космосу. Про хаос я чуть-чуть скажу, наверное, если успею, что это вообще такое. Это тоже некоторый вопрос для мифологических систем. Но обратите внимание, что рождаются первыми основные стихии, и при этом эти стихии очень важным образом в соответствии с теми мифологическими представлениями, с той мифологической логикой, о которой я говорил, друг с другом взаимодействуют. Но вот это опять же коты агонии Десиода. Мы видим, что вначале рождаются, ну, например, то, что называется... Сейчас не обращаем внимания на Гайю — это земля. Тартар — это подземный мир. Эрс — это любовь. Но вот интересны два здесь существа, которые рождаются вначале. Это нюкс — это ночь по-гречески. Это женский род, это женщина. И эрэб. Эрэб — это космическая ночь. Это как бы мрак, вообще существующий во Вселенной. Нюкс — это как бы земной мрак, а это мрак, существующий во Вселенной. Дальше, вот если вы посмотрите на эти стрелочки, то нюкс и эрэб вступают в брак и рождают из себя два существа. Одно из них называется эфир, а другое называется гэмера. По-гречески гэмера — это день. То есть два мрака, смешавшись, рождают день, свет земной. Как бы этот эмэра. И, соответственно, эфир в греческих представлениях — это тоже свет, но это свет мира, космический свет. Эфир, в котором пребывают и в котором дышат даже боги. Вот это и есть действие вот этого мифологического принципа космического устройства. Из одной противоположности рождается другая. Это демонстрация того, грубо говоря, что свет и мрак, с точки зрения вот этих мифологических представлений, в этом мире — это одно и то же. Свет и мрак не могут существовать друг без друга. Это та же самая симметрия и та же самая система вот этих базовых оппозиций нашего сознания, вообще всяческого сознания. Но если у нас это часто действует по принципу или-или, или свет или мрак, то в мифологическом мышлении свет и мрак существуют только поскольку они есть вдвоем. и это тоже чрезвычайно показатель. Кратко говоря, я обещал сказать пару слов о хаосе. Мы обычно воспринимаем хаос как беспорядок. Действительно, первое почти философское описание хаоса изначального состояния Вселенной мы имеем у Платона. И обратите внимание, что задача Демиурга, Бога, привести каждую из вещей в мире с согласия с самой собой и со всеми другими во всех отношениях. То есть установить вот этот порядок и симметрию в мире, чтобы они соответствовали друг другу. Но есть и другие представления о хаосе. Ну вот, одно из представлений вполне, может быть, какое-то имеющее, я бы сказал, далеко идущее, естественно, научные последствия. Это было представляемое о том, что хаос изначально это ничто. Это зевок, это пустота. Это попытка была этимологически объяснить изначение греческого слова. Что такое хаос? Хаос — это как бы пустота, из которой потом что-то появляется. То есть не беспорядок, а именно пустота. И еще одно очень важное, и, собственно, подействуящее на всю научную систему античности дальше, научно-философскую, это то, что хаос — вообще-то это вода. Одно из объяснений, почему хаос — это вода, заключается в том, что, согласно мифу, начало и конец мира должны быть идентичны. Самый известный миф о конце мира, который мы все знаем, в том числе и из Библии, это миф о потопе, миф, который существует универсально в самых разных системах. Соответственно, если мир кончается или определенный момент в истории мира, определенный цикл в истории мира, кончается водой, то, значит, вначале тоже должна быть вода. Вот в раннегреческой философии, которая строилась на представлении о четырех базовых элементах мироздания — вода, земля, воздух и огонь. Причем эти элементы были попарно друг с другом соотнесены. Опять-таки, они не просто так существуют, они существуют в парах. Но, в частности, вот эта идея о происхождении мира из воды доказывалась, исходя из мифологических представлений. Вот это довольно интересно, потому что миф, из того, что я уже говорил, в общем, более-менее понятно, что в древнем мышлении миф выполняет как бы одновременно и роль религиозную, сакральную, и роль научную. С одной стороны, он основан как бы и на вере, то есть мы верим, что так было. Но верим мы, что так было, потому что так рассказывают, потому что так мы знаем. Вот если в современном, опять же, мышлении, но очень, опять же, конечно, это грубое представление, но тем не менее, скажем, религия и наука противопоставлены по принципу веры и знания, то миф сочетает в себе и веру, и знание. И вот замечательно, что один, опять же, из полулегендарно-греческих мудрецов, Фалес, доказывал, что свое естественно-научное, как мы бы сейчас сказали, представление о том, что мир произошел из воды, тем, что боги в гомеровских текстах, в ранних текстах греческой поэзии, клянутся водами подземной реки, стиксом, и уже строятся некоторые доказательства. Клянутся тем, что самое почитаемое, самое почитаемое – это самое древнее, если боги клянутся стиксом, то значит, самое древнее – это вода. Из мифологии рождается некое, ну, повторяю, философско-научное доказательство. А дальше следующий философ Анаксимандр строит свою теорию эволюции на основании этого, которой вот у вас представлена, некоторая последовательность, тоже имеющая последующие естественно-научные реакции. Все происходит из влаги, влага сгущается в ил, из ила рождаются рыбы, и из рыб рождаются люди. Теория эволюции вся построена на идее того, что вначале должна быть вода, потому что смотри выше. Ну, это классическая картина уже тоже космогонии, но в ее отдельном и важной реализации. Это то, что называется Теогонии, это рождение и поколение богов. И точно так же, как в системе мироздания, как я говорил, три уровня, верхний, средний и нижний мир, в поколениях богов тоже базовое число три. Это, кстати, сакральность числа три в мифе, которую мы все знаем, что это сохраняется и в наших каких-то представлениях, и в русских сказках, как всегда все делится на три. Естественно, и трое. Ну, вообще, особое сакральность числа три определяется именно тем, что это, грубо говоря, необходимое число, чтобы были две противоположности, скажем, верхний мир и нижний мир, например, и нечто третье, что является и тем, и другим, например, Земля. Вот точно так же выстроена и система божественных поколений. Ну, сейчас, пожалуй, я о ней поговорить особо не буду, но можно, скажу только такую общую вещь, которая заключается в том, что вот эта числовая символика, числовая значимость определяет, скажем, количество богов в каждом поколении. В каждом поколении должно быть общее количество богов кратно трех, при этом это количество богов должно быть одновременно и кратно двум, потому что эти боги должны родить следующее поколение, поэтому оно должно быть четным. число и количество мужчин и женщин должно быть одинаковым. Поэтому если вы... И более того, каждый из этих богов должен воплощать определенные стихии мироздания, чтобы, опять же, симметрии и порядок сохранялись. Поэтому даже если вы не знаете, сколько изначально богов было, не знаю, в Олимпийском пантеоне, а их было шесть, и там, кого-то из них иногда забывают, то можно рассчитать, кто... кого не хватает. Ну вот, это третий уровень на этой картинке, но там есть богиня Гестия, про которую обычно всегда забывают. Это богиня домашнего очага. Но вот если руководствоваться некоторыми правилами чередования поколений и правилами богов, назвав пять олимпийских богов, которые все помнят, можно вычислить, что шестой должна быть женщина, и она должна отвечать за огонь. И это, собственно, и получается действие. Иными словами, в мифе действует ну как бы своеобразная математика, но основанная совершенно на других исходных посылках. ну, я сказал про богов, ну, скажу немножко про людей. Люди — это тоже необходимая вещь для наполнения космоса и для заполнения его третьего уровня, земли. да, верхний и нижний уровень заполняют боги, люди ответственны за третий уровень. Поэтому людей, которых изначально, естественно, рождают боги и создают боги, да, людей надо выкинуть, выгнать на этот уровень, и, собственно, существует целый набор мифов, говорящих о том, как люди, условно говоря, принуждаются к заселению этого сведнего уровня. Но самый из этих мифов, естественно, мифов, историй, представлений, которые для нас самые известные, скажем, миф об Адаме и Еве и о грехопадении, это вот изначально необходимая вещь для совершенствования космоса. Это потом становится в религиозной системе грехопадением, а в действительности без этого мир несовершенен. Поэтому люди должны отправиться на этот уровень Земли. И, соответственно, очень важно, что люди в этом представлении, опять-таки, в связи с вот этой системой мифологических представлений, о которых я говорил, люди, с одной стороны, противостоят богам, с другой стороны, они являются частью бога. Это обязательно, они либо создают богами, либо они рождаются из неких природных субстанций, в частности, вот как здесь на слайде показано, которые несут в себе божественное сущность. Ну вот, действительно, и у греков, и у целого ряда других народов есть представление о том, что люди рождаются либо из дерева, либо из камня. И именно эти две субстанции являются чрезвычайно важными. Почему? Потому что, опять-таки, согласно древним представлениям, именно эти природные материалы несут в себе одну из важнейших стихий мироздания и стихию действительности божественного. А именно, и камень, и дерево несут в себе огонь. Ну, просто потому что огонь извлекается либо из дерева, либо из камня в древних культурах. И, соответственно, именно оттуда люди должны рождаться, потому что в них должна быть часть божественного мира. Опять-таки, отсюда представление вот этом одновременном противостоянии и подобии людей и богов. Ну и да, я говорил о том, что чрезвычайно существенно в мифологической картине мира и вот то, о чем я говорил, это во многом уже отражает, но просто, чтобы об этом этот тезис повторить, это мифологическое представление о времени тоже принципиально иное по сравнению с тем представлением о времени, которое повсеместно характерно для мышления нового человека. Время не линейно, время циклично, время повторяется, поэтому поток в начале, вода в начале, поток в конце. Соответственно, вот эта цикличность выражается в мифах с одной стороны о поколениях, сменяющих друг друга, поколения богов и поколения людей. И каждое из этих поколений это отдельный цикл мироздания. Дальше как бы все запускается заново. Это миф о конце мира, о конце вселенной, причем в самом ярком виде он, например, представлен в скандинавской мифологии, это Рагнарёк, это последняя битва, в которой гибнут боги. Но в действительности конец мира, это важно, все апокалиптические мифы или эскатологические мифы, как они называются в мифологии, всегда несут в себе идею того, что за этим последует новый цикл и новое возрождение. И опять-таки из мифа вот этой идеи цикличности и нового представления, скажем, о прошлом и будущем, ну, об этом, если будут вопросы, я могу сказать, потому что слишком много, чтобы не укладывать собственный текст. Вот из этих представлений рождаются и первые натурфилософские и, как мы бы сказали, космологические представления. Вот, скажем, идея Анаксимандра о том, что мир периодически, что здесь мир и есть так называемая беспредельная, вспомните представление Ахамо всемифологическое, которое, так сказать, пустота, не имеющая исчисления и порядка, и вот, соответственно, мир периодически поглощается беспредельным и возрождается из него, или замечательные учения философа пятого века Импедохла о двух причинах устройства мироздания любовь и ненависть, которые царствуют попеременно, и он, собственно, представлял это как, опять же, некую картину космоса, идеальное состояние которого сфера, согласно Импедохлу, но эта сфера периодически сжимается, это когда в мире царит любовь, натяжение, а периодически расширяется это сила ненависти, отталкивания. И вот мир, в его представлении так постоянно пульсирует, космос пульсирует, все время стремясь к своей идеальной симметричной сферической форме, которая вот идеальная и такой мир должен быть. Опять-таки, за этим изначально, конечно, стоят вот эти представления о космосе, времени и пространстве мира, которые характерны для древнего мифологического мышления. Ну, и напоследок, наверное, еще один важный мифологический символ, это древо мира. Опять же, лучше всего нам известное по скандинавской мифологии, ну, или германской мифологии, это, где оно, древо, натурально древо, это ясень и гдрасиль, крона которого это мир богов, Асгард, верхний мир, ну, само как-то древо, это наш мир, Мидгард, или, если переводить это словами Толкина, Средиземья, и мир Хель, мир подземный. Вот эта идея в вертикали, которая объединяет все три мира, причем обязательно еще должны быть посредники, которые осуществляют взаимодействие между мирами, вот Паясин, например, Белго и Белко, который несет послание от богов Ницк, ну и так далее. Вот, вот эта идея в вертикали, держащей них, и одновременно его объединяющей, это тоже абсолютно универсальная картина, в качестве этого может выступать древо, как, скажем, германской, да и не только германской мифологии. Ну, а скажем, ну, это я просто упомяну, не буду о нем говорить более-менее подробно, это может быть гора, например, собственно, Олимп отчасти является таким средостением всего мира, ну, а в традиционной греческой мифологии воплощением этого, этой вертикали, соединяющей мир, это фигура еще одного важного персонажа греческой мифологии, Атланта, который не просто держит небо, как мы обычно знаем из греческих мифов, он держит такие специальные колонны, которые подпирают небо, и эта колонна, и он сам, и составляет эту вертикаль, так что многие Атланта оказываются в подземном мире, и в действительности, даже в некоторых текстах, об этом я, пожалуй, сегодня говорить не буду, Атлант предстает в образе такого великого мудреца, который, собственно, знает весь мир, потому что он и есть весь мир. Отсюда еще одно важное представление, которое, я, собственно, и намеряюсь завершить. Это идея того, что космос вот в таком своем идеальном состоянии, космос как Вселенная, подобен человеческому телу. Более того, человеческое тело есть космос. Практически во всех мифологиях мира есть представление о том, что космос образовался в результате, ну, как скажем, жертвоприношения некого первого существа, вот, скажем, опять же, в германской традиции это такой великан имер, в древнеиндийской традиции это некое первое существо, первый человек, как бы, хотя бы не совсем человек, которого зовут праджапати, то есть буквально перворожденный на санскрите или пуруша. И вот тело этого человека и было разделено между разными уровнями мироздания. И она, собственно, и есть эти уровни мироздания. В греческой традиции, вот я здесь привожу текст одного гимна в честь Зевса, гимна, определенные, ну, так скажем, секты, не секты, философского направления, не философского направления, в общем, довольно так, странного сообщества людей, которые назывались последователями Орфея, но у них было учение именно о том, что Зевс, верховное божество, и есть тело мира. Причем, если вы посмотрите этот текст более-менее внимательно, то это было частями детализовано. Соответственно, разные части космоса, значение космоса Вселенной соотносились с разными частями космоса в смысле тело человека. В действительности некоторые мифологи даже составили сравнительные таблицы по разным мифологическим системам, но чему, например, соответствуют звезды. Звезды когда-то это глаза, когда-то это волосы, чаще волосы, глаза чаще всего это Солнце и Луна. Там живот это практически всегда Земля. Реки там по-разному объясняются, откуда берутся реки, ну, и так далее, и тому подобное. Но вот сама эта идея трехчастного строения мира и трехчастного строения человеческого тела, ну, грубо говоря, голова, туловище, ноги, абсолютно, опять же, универсальна. Поскольку мир в целом есть некая проекция, и вот это очень существенно, космос в целом, это отражение, ну, как бы человека, который стоит в центре мироздания. И это тоже важно для мифологической систем, которую мы все воспринимаем, прежде всего, как разговоры истории, легенды о богах, прежде всего, но в действительности не случайно, что и боги, в большинстве системы антропоморфны, человек, тем не менее, всегда является стержнем этих мифологических представлений, в частности, потому что человек познаваем, мы себя знаем, и на основании себя мы можем высказывать предположения о мире. И отсюда появляется вот, собственно, идея, которой я хочу завершить, идея, которая связана с учениями уже философскими, раннегреческими, с учением Платона, и не только Платона, но не буду читать эту длинную цитату из его, собственно, диалога о космогонии, о творении мира, диалога тимей, главная идея которой, что бог, создавая космос, демиолог, пожелал уподобить окружающий наш мир самому совершенному из того, что в этом мире существует. А самое совершенное это живое существо, а самое совершенное живое существо это человек. Поэтому мир, должен быть устроен подобно человеческому телу. Обратите внимание, что в сравнении с религиозными системами мы имеем здесь картину обратную. В многих религиозных системах наш мир и человек в частности является несовершенным подобием целостного мира или идеального мира. Мифологическая картина мира обратная. Мир подобен совершенному человеку, по крайней мере, в греческом исполнении. Подобен человеку. именно на этом строится возникшая у греков и вполне развитое в последствии идея подобия микрокосма и макрокосма. Мир подобен человеческому телу. И, кстати, из этого в том же теме есть замечательный вывод, что если мы хотим взять космос за образец, мир, устроенный вокруг нас, за образец, то мы должны прежде всего уделять внимание собственному телу и приводить его в соответствие с тем, как устроена природа. Природа устроена совершенно, природа устроена симметрично, природа есть порядок, природа есть красота, природа есть космос в этом смысле. Соответственно, и наше тело должно быть подобное этому космосу, потому что оно подобное изначально. И, соответственно, всякий, кто к своему телу относится плохо, он нарушает его исконное состояние. Исконное состояние это космос, который в каком-то смысле как порядок и красота, который существует внутри нас. На этом я позволю себе закончить. Спасибо огромное. И можно, конечно же, задать вопросы. Коллеги, слышите? Там слышно, да, нас? Значит, позвольте мне по праву, так сказать, председательствующего задать несколько вопросов. У меня их много было. Но первый вопрос у меня был где-то с самого начала по поводу мифологическое мышление и мышление как бы цивилизационное, современное, да, вот вы сказали. У нас очень, мы как неопозитивисты, да, мы привыкли мыслить парадигмами. Вот вы можете прокомментировать соотношение мифа и парадигмы? Одно ли это и то же? Или это все-таки какая-то неправильная рефлексия? Ну, вы знаете, значит, парадигма, опять-таки, да, мы говорим греческими словами, да, парадигма это изначально образец, да, вот миф, если так кратко ответить на вопрос, миф является образцом своей, как бы, целостности. Вот есть некая готовая вещь, которая является образцом, которым мы руководствуемся. Это для нас является некоторым авторитетом, мы ему следуем, и потому что верим, и потому что знаем. В современном мышлении мы тоже двигаемся за определенными образцами, рецептами и так далее, но они, с моей точки зрения, они разлагаются на некие логические составляющие. Мы выстраиваем именно парадигму, ну, как набор последовательных действий, последовательных примеров. Ну, чтобы, ну, скажем, был такой антрополог Эдуард Тайлор, который, собственно, одним из первых сформулировал вот эти идеи об особой первопытной цивилизации, он говорил о том, что, например, мифологическое мышление никуда не девается, оно существует в современном сознании человечества. Он, поскольку он был в конце 19 века, соответственно, для него образцом парадигмий, для него была эволюционная теория Чарльза и Дарвина, то он во многом следовал его идее рудимента и атовизма. Он создал теорию пережитков и говорил, что мы можем понять, что такое мифологическое мышление по тому, что существует в виде таких пережитков в нашем сознании. книги. Понимаете, когда вы выходите из дома, например, я позволю такой немножко упрощающий пример, когда вы выходите из дома, ну, вы знаете, что надо там, не знаю, одеться, потому что на улице холодно, например, ну, и там много чего еще. Вы знаете, для этого есть логическое объяснение. Но довольно многие люди, например, когда они там выходят и, допустим, возвращаются за бывшие ключи, они смотрятся в зеркало. А почему? В действительности антрополог, мифолог может вам объяснить, почему, исходя из мифологического мышления. В частности, потому что у нас это по-разному можно называть, в разных школах это называется по-разному, у нас всегда существует второе я. человек всегда имеет некую вторую ипостась. Грубо говоря, если вы ушли, то вы ушли. И для того, чтобы они не вернулись, это нарушение порядка действия, потому что обычной идеей дороги не будет. Вот, посмотри в зеркало, потому что дороги не будет. так вот, чтобы себя обезопасить от того, что вы вроде как ушли и вроде как вернулись, вы как бы вызываете через зеркало свое второе я и говорите, что это не я. Это вот он. Как бы. А этих отсюда, вот то, что у нас эти два как бы я, существует огромное количество мифов. Это мифы о близнецах, двойниках и так далее. Вот это разные парадигмы. Мы тоже действуем по парадигме. Мы знаем, что надо посмотреть в зеркало. Но как бы это некое целостное действие, где нам не нужны логические основания. Мы знаем, что мы видим в зеркало. Знаем. Мы так делаем. Да, но парадигмы иногда меняются. А вот то, о чем вы говорите, оно как бы остается как ну что ли, вот этот трехступенчатость или вот вот это вот сохранность этого числа 3, которое во всем там проявляется, а она пребывает в овеке. Ну, не обязательно. Нет, может быть 3, может быть 6, может быть 9. Да, это в действительности в разных системах по-разному. В действительности это бесконечное повторение. Да, вот вопрос в том, что это повторение, которое вот один из крупных антропологов вообще назвал такой филисовый миф, он назвал «мифобичное возвращение». Хорошо. Спасибо большое. Давайте посмотрим вопрос. Вот Михаил Синицын спрашивает, к какому периоду истории вы бы отнесли трансформацию космоса как порядка в космос как бесконечное верхнее пространство? Вы знаете, я думаю, что я могу говорить только об античности, я, к сожалению, не так хорошо знаю дальнейшую историю, мне кажется, что вообще античность одно не исключает другого. Да, вот с одной стороны космос это упорядоченная, жестко выстроенная система, но я не случайно говорил, что было учение у целого ряда клинических философов о бесконечном. Бесконечное это тоже некое изначальное существование, изначальная стадия существования космоса. Это еще очень важно, что согласно древним представлениям есть упорядоченный космос всегда, но при этом всегда одновременно существуют и неупорядоченные, а огромные и бесконечные. Грубо говоря, то, что называется хаосом. Вот мы часто очень говорим, что я даже говорил об этом, что хаос преобразуется в космос, но за неимением времени я могу показать, что согласно мифологическим представлениям космос вот есть космос упорядоченный, он существует. Но при этом хаос тоже остается существовать. Одно другому тоже не противоречит. Спасибо. Так, вот есть Владимир Мухимович. Вы хотите задать вопрос? Позвольте мне вопрос. Вы меня слышали? Да. Вы говорили о том, что религии, мифологии. Аватар разговаривает с аватарой и слушает другую аватару. Но вы обращали внимание, что очень подобное происходит и в христианской религии. Иисус, который говорит о Богом, обращается к Богу и просит его там моления о чаше, ну и так далее, многократно обращается. Ничего подобного нет в параллельных мировых религиях, ни в исламе, ни в иудаизме, где есть пророки Боговдохновенные, но они не являются воплощением Бога. Вы видите здесь какую-то параллель? Ну, вы знаете, в действительности, если говорить о христианстве и вообще об угромических религиях, то в действительности в них очень много вещей, которые с моей точки зрения, да и не только с моей, они наследуют этому, то, что называется металлогическим мышлением, скажем, у замечательного антрополога, главы так называемой Кембриджской сколы Джеймса Джорджа Фрезера, знаменитого своей книжкой «Золотая ветвь». У него есть книжка «Фольклор в Ветхом Завете», где очень показано много таких сугубо фольклорных мотивов там существующих. Что же касается... Ну, мне, честно говоря, кажется, что, безусловно, аналогичные вещи есть в буддизме, когда есть некая череда воплощений, которая тоже одна другому не противоречит. Что касается... Да, пожалуй, в индоизме мы имеем более жесткую иерархию, но в действительности, если посмотреть, скажем, на последовательность пророков, на то, как они соотносятся друг с другом, об этом тоже очень много писалось, что в действительности очень многие выполняют одни и те же функции на разных этапах. Это тоже есть некая повторяемость и тоже такие некоторым образом аватары. Христианство в какой-то смысле... В христианстве действительно очень много следствия из мифологических систем. Еще, кстати, одна очень важная вещь. Почему может быть христианство в каком-то смысле... Я не буду сейчас сдаваться в исторические объяснения. В каком-то смысле, как вы говорите, ближе к этой мифологическому мышлению, потому что в основе христианской идеи, доктрины лежит история, которая укладывается в один из основных мифов о творении и развитии мира. Это миф так называемый об умирающем и воскресающем Боге. Вот этот как бы ключевой для христианства тема, хотя в действительности этот миф о воскрешении есть в каком-то виде и в других религиях, но немножко по-другому. Ислам вообще совсем молодая религия в каком-то смысле. И именно вот эта идея умира не воскрешение, а это миф о Диониссе, это миф об Азирисе в египетской мифологии, это вообще такие ключевые мифы, тот же Фрезер называл это ключевым мифом. Может быть, этим отчасти объясняется, что в христианстве какие-то вещи наиболее так сказать, ну, более видны нам, что ли. Ну, конечно, надо заметить, что все-таки в основе Нового Завета в очень большой степени лежат идеи, собственно, греческие, в том числе и греческие философские. Спасибо большое. А вот вопрос Ильдосу Нургалееву. Уважаемый Николай Павлович, какой из древних мифов, на ваш взгляд, наиболее созвучен современной космологией? Спасибо. Ой, слушайте, я не специалист в современной космологии, но вы знаете, из того, что... Нет, я тут просто очень боюсь попасть в просаг, но вот, например, идея, помните, я говорил о Компитокле с пульсирующим миром. Мне кажется, что это немножко смахивает на расширяющуюся вселенную. В действительности, я бы сказал, некоторые теории возникновения мира из первичного огня, который мы знаем, а огонь, мир должен либо из воды, либо из огня. Вот, есть два варианта. Но, знаете, они, опять же, на мой непросвещенный вкус, иногда сильно напоминают с ними большого взрыва. Не знаю, причем об этом даже, я знаю, что писали некоторые современные исследователи, что в действительности посмотрите на то, как описывается исходное состояние мира вот в древних мифах, да, и как-то, значит, наверное, это поражает реальность. Я так не считаю, но похожесть есть. Похожесть есть, да. Коллеги, еще можно задать вопросы? Пожалуйста. А можно еще один? Не вопрос, а замечание. Да, пожалуйста, Владимир Михайлович. Я хотел просто уже обратить внимание на то, что древние даже, не знаю, философы, создатели всего этого дела, они удивительно точно расположили планеты в смысле удаления от Земли практически по современным понятиям. А вот и даже указали, я вот тут кое-что посчитал, за 9 дней и 9 ночей этот самый камушек или как он там? Там медная наковальня. Да, эта медная наковальня пролетит 30, примерно 30 астрономических единиц. То есть приблизительно от орбиты урана то есть примерно грубая оценка прилиженная оценка размеров Солнечной планетной системы. Ну, это так. Ну, вы знаете, я, честно говоря, просто счастлив, что это так соотносится. Это действительно очень здорово. Я всегда, да, я не случайно сказал, что можно посчитать. обратите внимание, что, кстати, это именно медная наковальня, именно медная и именно наковальня, которые швыряют. И в действительности это тоже, во-первых, не случайно. Там есть представление о медном небе, наковальня в них часто очень выколывается. Но я абсолютно уверен, что они, конечно, не исходили из эмпирического опыта. Но замечательно, что эмпирический опыт или, там, математические расчеты, оказывается, тогда совпадают. Это действительно прекрасно, потому что 9, конечно, потому что 3х3. Да, вот. Это на самых простейших гипотезах на прямолинейном распространении, на силу тяжести, которые у Земли. Так что на самом деле я могу ошибиться в несколько раз, на порядок величины получается. Ну, вот, это к вопросу о том, что совершенно разными способами мышления можно прийти примерно к одного выводу. Это замечательная иллюстрация, если вы позволите, я буду пользоваться потом в своих лекциях, когда буду говорить, что мифологическое мышление не значит плохое и отсталое, а что оно могло сделать такое, вот профессионалы говорят, что похожее. Я только посмотрю еще со своими коллегами, на такие случаи, потому что расчет у меня такой лапотный, который может сделать за считанные секунды. Я хочу... Хорошо, конечно, понятно, это просто оценка. Еще вопросы, коллеги, там, кто в сети, может, можно задавать вопросы, писать или, так сказать, слух. Значит, может быть, в аудитории есть какие-нибудь вопросы или замечания? Я бы хотел отец астрономического общества поблагодарить и докладчика, и Константина Александровича, и руководителей семинара за то, что даже в это время такое смогло состояться. Большое вам всем спасибо. Общество поддерживаете такие семинары. Но у меня есть еще... Если не устали... Нет, у меня вот, когда я слушал, у меня было несколько там еще вопросов, но в частности, вот, когда вот этот сюжет о том, что разные противоположности в мифологии сочетаются, и как бы мы не удивляемся, но ведь и в плантовом мире мы не удивляемся тому, что вот, значит, наука XX века принесла, скажем, вот этот знаменитый дуализм волна-частица, когда мы описываем, значит, когда нам надо, мы свет представляем частицами, когда надо, волнами, и это нам абсолютно не мешает познавать мир, почему? Потому что в современном орудии естествознания вот такое сочетание казалось бы противоположных вещей, оно является уже совершенно естественным, и мы этому уже как бы не удивляемся, хотя это наука XX века, в XIX веке это, конечно, было странно, этого не было, то есть наш эмпирический опыт физический привел к тому, что мы уже пользуемся вот теми самыми приемами, которые интуитивно или на уровне как-то сознания пользовались древние люди в своих методологических представлениях, вот, то есть о чем я хочу сказать, я хочу сказать, что вот это самое сочетание мифологического как бы и цивилизованного мышления, оно как бы я не хочу его разделять даже, моего условия, я бы сказал, очень любит. Естественно, я совершенно согласен и согласен кстати с тем, но опять-таки в силу собственной некомпетентности я здесь могу говорить только осторожно, согласен с тем, что мне кажется, что тоже естественно научные дисциплины 20-го и 21-го века начинают исходить из немножко иной системы, чем, скажем, позитивистская наука 19-го века. Это касается много чего и гуманитарная кстати наука в том числе, но там например я в походе сказал, что для древних и это можно показать скажем, нету в принципе нету развлечения между временем и пространством то есть в действительности да, так оно и есть но мы не всегда себе отдаем отчет в том, что мы этим пользуемся именно как обыденным например языке вообще язык очень хороший инструмент, который показывает вот эти древние модели, которые когда нас спрашивают например сколько ехать от Москвы то есть вернее какое расстояние от Москвы до Петербурга мы можем совершенно спокойно ответить ночь в поезде мы отвечаем временем на пространство это абсолютно нормально пространство измеряется временем и наоборот может быть точно так же в мифологических системах одно и тот же в один момент времени можно оказываться в разных точках пространства они взаимопроницаемы и так далее действительно мне кажется что грубо говоря если говорить опять же современным языком позитивистской науки науки относительно современной и то и другое мышление строится так или иначе на системе оппозиции взаимосключающих или то есть оппозиции просто жесткая оппозиция скажем формальное позитивическое мышление мифологическое мышление тоже исходит из оппозиции но при этом как показал в частности Клод Левистрос великий антрополог что всегда предусматривается позиция нейтрализации всегда есть точка когда противоположности сходятся естественная наука современная наверное мне так кажется как кстати отчасти гуманитарная начинает переходить вот к этой идее возможности взаимного дополнения а не взаимного исключения поэтому конечно это условно конечно я собственно говорил о том что мифологическое мышление никуда не делось мы мыслим частью вполне себе мифологически да ну например опять же так для мы же опять же все знаем что когда наши близкие например с ними что-то серьезное случается например наши дети сдают экзамен что мы должны делать ругать мы должны ругать мы должны да и это абсолютно правильно потому что это система уравновешивания состояния мира да для того чтобы там было хорошо мы должны сейчас сказать что будет плохо на этом строится система оберегов на этом строится система заклятий сглаза и всего прочего но да вот такая система которой мы пользуемся вот это конечно не про науку но и про науку наверное тоже хорошо вопросы не появились коллеги но мы уже полтора часа уже заседаем и я думаю что ну если мы можем еще говорить очень много на эти темы поскольку тема ужасно интересная и такая животрепещущая я бы сказал значит ну дорогие коллеги если вы значит не возражаете давайте мы будем закругляться да как говорится спасибо николай за то что он нашел время и вот так сказать приехал в наш институт в этот конференц-зал и на нашем замечательном этом семинаре присутствовал и поучаствовал пожелаем всех всех кто в зале и тех кто сейчас подключен к онлайн эфиру всего самого наилучшего в первую очередь здоровья успехов в творческой деятельности спасибо вот и будем надеяться что у нас еще будут встречи на разных площадках спасибо большое мне было очень приятно спасибо 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 сколько людей было в зале что сколько людей было в зале 1,2,3,4,5,6 в зале 7 человек одного не хватает и было бы 9 7 тоже очень хорошо 7 отлично 7 отлично ну вот никто не ушел все здесь спасибо будьте здоровы до свидания дорогие коллеги все спасибо 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 спасибо